Добрый день, дорогие болельщики Олимпика! Приветствуем вас на онлайн-конференции с капитаном нашей команды Заури Махарадзе, который готов ответить на ваши вопросы. Вы на протяжении нескольких дней прислали нам вопросы, и мы сейчас с радостью зададим их нашему лидеру. Заури, ну для начала расскажи о первых каких-то итогах. Сбор закончился, что можешь сказать о товарищеских матчах, которые вы провели, и о подготовке к чемпионату в целом? Ну о матчах говорить что-то конкретное, но нет смысла, потому что много футболистов просмотровок было, то есть на играх какие-то схемы, не было смысла, и мы как бы этого не делали, и результат тоже не стоял во главу. То есть сборы, считаю, прошли хорошо, хорошо поработали и заложили тот фундамент, который нам поможет достойно выступать в весенней части чемпионата. Сегодня Антон Кравченко перешел в Крэдбэкспор, рад за своего партнера. Да, конечно, рад, безусловно, хороший футболист, я думаю, что у него все там получится, и желаем ему удачи. Хорошо, перейдем к вопросам, которые задавали болельщики. Ну, первый вопрос начнем с такого. Пользователь Айдынчик спрашивает, Зори посмотрел на вашу статистику, удивился. Несмотря на то, что вам 24 года, вы уже провели много матчей за наш клуб, вы являетесь капитаном команды. Можете выделить какой-нибудь матч, кроме дебютного, за всю свою карьеру? Один матч тяжело выделять какой-то. Их было, ну, как бы, каждый матч как отдельная история, да, были хорошие и плохие, но если выделить один, наверное, то это, ну, в прошлом сезоне, как мы Динамо обрехали, это была такая историческая для клуба победа и для нас, для каждого футболиста. Какой сезон в своей карьере ты считаешь лучшим, спрашивает болельщик, ничего. Ну, не знаю, думаю, лучше еще впереди, но из тех, что были, то... Хорошие сезоны, в принципе, всегда были, но, наверное, лучше, когда мы вышли в Еврокубке. Я думаю, лучше еще впереди, правильно? Да, лучше впереди, что я сказал. Ольга Захаренко-Козеева интересуется, как вот оценишь наступающий, стартующий весной сезон, что можешь о нем сказать, какие ожидания? Я не понял, вопросы лично от команды или от чемпионата? Ну, вот, как считаешь, как Олимпик выступит в следующем? Да, мы надеемся, и я в этом уверен, что все будет хорошо, хорошо выступим, то есть сейчас придут новые ребята в команду, которые будут заполнить наши пробелы, в связи с тем, что футболисты наши ушли. Думаю, все будет хорошо, положительно. Думаю, группа в инстаграме Legioneros.ua интересуется, чьи мячи в команде тянуть труднее всего и в целом в УПЛ. Ну, в команде. В команде вообще ничего не трудно. В УПЛ нет такого, что кто-то именно отдельный. В каждый момент у ворот, каждый удар, это какая-то что-то непредсказуемое, то есть и кого-то выделять, ну, это невозможно сделать. Каждая ситуация, еще раз повторюсь, это что-то новое и отдельная история. Ну, если говорить о силе ударов. Силе ударов, то у нас в команде Требритнер, то я считаю, в чемпионате Украины. Окей. Хотел ли бы ты себя попробовать в другом клубе УПЛ, например, в Заре? Интересуются Лани Ци. Ну, нет, пока даже об этом не думал. Не в том, как бы, у Зари есть все равно комплектованная, то есть комплектованная команда и в принципе во всех командах, во всех клубах все укомплектовано. То есть об этом я даже не задумывался и, конечно же, нельзя говорить нет, да, Зари – хорошая команда и сказать, что я бы там не играл, это будет неправильно с места. И это не так. Я бы, конечно, хотел бы себе попробовать любую команду, которая борется за высокие места. Ну и в догонку такой же примерно вопрос. Мистер Игл интересуется, хотел бы себя попробовать в более серьезном чемпионате и можно ли ожидать трансфер этой зимой? Конечно, хотел бы себе пробовать в более высоком чемпионате и всегда к этому стремился и буду стремиться. И это зимой, я не знаю, как получится. Будем смотреть, ждать. Если говорить о зарубежных чемпионатах, в какую лигу ты хотел бы попасть, если говорить именно о зарубежных чемпионатах? Мне чемпионат Англии нравится, конечно, любому футболисту. Англия, Испания, Италия, Франция, Германия, все топ-чемпионаты. Голландия, конечно. Средний топ-чемпионат в любом бы хотелось попробовать. В каждом бы хотелось попробовать. Если бы был бы выбор между шахтой, если у тебя было предложение «Динамо шахтер» или зарубеж, что бы ты выбрал? Зарубеж, наверное. Ну, опять же, это все отталкивалось бы от ситуации, это все было бы очень взвешенное и вдуманное решение. То есть, на скидку я сказать не могу пока. Наш болельщик Вадим пишет, «Как ты относишься к тому, что Пятов основной вратарь сборной? И тут же добавляют честно, я за тебя». Да, у Пятов сильный вратарь, очень опытный и долгое время ходят на хорошем уровне в сильной очень команде. На данный момент, раз он первый номер, сильный его нет в чемпионате. Ну, в Украине, да, у нас. Так что, ну, как сказать, положить, как бы отношусь к этому, хорошо, понимаю, что он заслуживает. Это заслужено. Вы часто общаетесь с Андреем, вот, когда мы играем с Шахтером, о чем говорите? Да, это разное, ну, об игре в основном, там, на каких-то там, то есть, моментах, ничего такого, каких-то там, суперразоворов нет. У вас такие теплые вратарские отношения. Да. Окей, поехали дальше. В фильме Человек-паук Питера Паркера укусил паук и он стал супергероем. Что могло укусить тебя, чтобы могло укусить тебя, чтобы ты стал лучшим вратарем? Лучшим вратарем. Ты ничего не должен укусать, пацану взять и стать, и все. Каково это выручать команду в решающие моменты? Вот что ты чувствуешь? Ну, это блаженство, это очень приятно. Это одно из самых приятных, что есть для меня, по крайней мере. Со скольки лет ты занимаешься футболом? Ага, с класса третьего, наверное. Ну, если я не ошибаюсь, то ты начинал в баскетболе? Ну, в баскетболе начинал, потом параллельно футболу. Поэтому я и запутался, когда я начал играть именно в футболе. Сейчас в баскетбол придется поиграть? Да, когда домой приезжаю, в отпуске, всегда ехаю. В Балтии, да? Да. Окей, поехали, значит, дальше. Почему решил вообще стать футболистом и выбрал позицию вратаря? Не знаю, мне так изначально нравилось, что вратарем хотел стать и все. Ну, это как-то не объяснило. Вот так вот мне хотелось и другого на тот момент и вратарь не рассматривал. Ну, тренера не ставили тебе там? Не, не ставили. Я пришел сразу же в ворота ставил. Анастасия Абрамова интересуется, что для тебя важнее, карьера или семья? Семья, карьера, ну, семья, карьера, конечно. Кем бы ты был, если бы не футбол? Баскетбол. Баскетболист. Не знаю, опять же, об этом никогда не задумывался и, ну, как бы, и не задумывались. Не знаю, наверное, из того, что я люблю делать, спать. Не знаю, космонавт. Спать можно, наверное. Смотри, ну, вот, если говорить о других позициях, в роли нападающего мечтал? Все попробуйте. Да, когда начал стоять в ворота, всегда хотелось в поле нападающего. Подключаться к атакам там, на последних минутах. Ну, у них, если честно, да, да, хотелось, но не разрешают. Я сейчас никогда не подключился. Ну, слава богу, мы до этого не доводим, так что мы побеждать стараемся. Какие у тебя яркие моменты с детства, связанные с футболом? Ну, наверное, когда собирались, ну, собиралась наша команда в интернате, когда в спортивном интернате, то есть такая тоже очень сильная команда была, и все ребята, ну, это, наверное, на одно из того, что их хорошо запомнилось, как мы собирались, как мы играли, то есть такой вот был период хороший. В Олимпике? Да, в Олимпике, конечно. Егор Воловик интересуется, на кого из ротари ты равнялся в детстве? В детстве мне нравился, в Олимпике, в Олимпике, когда так начинал, мне нравился деда, уже за Милан болел, потом, потом косили, ну, так вот оно пошло, пошло как-то так, ну, и от каждого сразу что-то брать и смотреть как-то так, наравнялся, на своих родителям, своего отца, а не знаю, что-то по игровым моментам, да, что взял у Дины? Да, пока ничего, раз я в Олимпике, он играл в Милане. Ну, а сейчас, чей игроки? Сейчас много, ДХ, Харт, Навас, Облак, то есть, все вот эти топ-ротари, стараешься, Буфон, конечно же, и смотришь, и что-то для себя подчеркиваешь, для того, чтобы усовершенствовать свое. Какие-то ролики в Ютубе смотришь? Да, естественно. Какими своими лидерскими качествами ты гордишься? Тридерские качества? Я даже не знаю. Это, мне кажется, ко всему с пониманием отношусь, просто и все. А дальше там, это не мне судить. Это должны люди судить. Какие бы ты загадал три желания, если бы слою золотую рыбку? Сварил бы укуснее. А еще два желания? Нет, это одно. Нет, если серьезно, то чтобы семья была всегда здоровая, чтобы счастье всем моим близким, друзьям, всех, кто со мной долгое время всегда меня поддерживают, здоровьи. А все остальное, наверное, чтобы каждый, кто нуждается в чем-то. Я говорю, у вас получилось свое желание. Расскажи самую смешную историю за всю свою карьеру. Что, я даже не знаю. Может, кого-то разыгрывали? Сейчас надо подумать. В олимпике часто шутят? Да, в олимпике часто шутят, но не на показ. Да, я даже не знаю таких каких-то историй, чтобы наверное, не было. Может, из детства. Может, молодежный, как оборный. Это даже не знаю. Неожиданный вопрос. Неожиданный вопрос, который нужно хорошенько подать. Как любишь отдыхать и набираться сил? Я же говорю, люблю поспать. Полностью как бы... Сколько можно проспать? В обед? В сутки. В сутки? 22 часа. И 2 часа на тренировке. А если 2? Если 2, то, по-моему, получится 20 часов. Еще что любишь делать? Да, я люблю отдыхать тое время, с друзьями проводить и просто делать, допустим, то, чего мне хочется в данный момент. Как думаешь, кто лучше, Криштиан Роналду или Месси? Я. Шучу. Я... Не знаю. Да, их невозможно сравнить. Я считаю, что... Какие все... Месси, ты гений. Я... Криштиан, это тоже то и то, что так же гений. Каждый... Ну, как бы для каждого свой, да, Идол. Для меня, наверное... для тебя деда. Для тебя деда. Для меня деда. Но я даже не знаю, как их сработать. То есть... Ну, то, как я зарял, болею, для меня, Криштиан. Вот так вот. Какая сборная, по-твоему, выиграет чемпионат мира? В Бразилии. Почему? Ну, потому что я на нее буду говорить. Ну, в принципе, вопросы закончились у нас. Спасибо большое, Зарик. Вам спасибо. Удачи. Спасибо. а всем болельщикам желаем всего самого хорошего. Ждем вас на своих матчах домашних и по возможности будем вас радовать еще не одним, не одной онлайн-конференцией с нашими футболистами.